Украинского зерна слишком много? В Болгарии начались протесты фермеров против импорта украинского зерна. Национальная ассоциация производителей зерна требует не распространять на Болгарию действия европейского регламента о беспошлином возе товаров аграрного происхождения из Украины. Что же такое беспошлиный воз товаров аграрного производства и почему он так не нравится аграриям соседних стран? Фактически до 2022 года Европейский союз сквотировал некоторые позиции по продовольствию, которые могут проходить без пошлин, то в количестве таком-то. А сейчас фактически все товары сельскохозяйственных Украины имеют возможность двигаться в направлении Европы без каких ограничений. Болгарские аграрии блокируют движение на четырех пограничных переходах, заявляя об убытках из-за импорта зерновых и масличных культур Украины в огромном количестве. Как объяснил председатель ассоциации Кастадин Кастадинов, рынок сбыта для болгарского зерна отсутствует, а до сбора урожая осталось два месяца. Из-за сбытка украинского зерна новый урожай в Болгарии просто не будет где хранить. Но, как заявляют эксперты, Украина не импортирует зерновые и масляничные культуры в Болгарию. Страна лишь служит безопасным коридором, ведь перевозить продукцию морем, как это было до полномасштабного вторжения России в Украину, очень опасно из-за ракетных обстрелов со стороны РФ. Мы не рассматриваем рынки этих стран как непосредственные рынки, куда Украина экспортирует. Больше всего это транзит, который дальше двигается в сторону мира. Но волнует фермеров не только хранение. Украинское зерно качественное и довольно-таки недорогое. Бизнесмены этим пользуются и часто закупают зерно не отечественного производства, а украинское. Такие заявления мы видим не только со стороны Болгарии. В Польше также есть возмущенные фермеры. В правительстве Польши обещают подготовить законодательные изменения с целью ограничить ввоз украинского зерна в страну. Я поручил быстро разработать соответствующее правило, что позволило бы нам не только быстро решить вопрос с зерном, которое скопилось в Польше, то есть продать его в Северную Африку и на Ближний Восток, куда оно и должно было направиться, но и ввести регулирование, которое ограничит влияние украинского зерна на польский рынок. При этом Моровецкий предлагает не создавать препятствий для того, чтобы украинское зерно ввезли транзитом через Польшу для дальнейшего вывоза из Порта-Гданьска в другие страны. Премьер отметил, что понимает необходимость экспорта для других стран и также экспорта для экономики Украины. Большинство стран понимают, что Украина сейчас находится в критической ситуации, в которой она фактически уберегает границы Европейского Союза от продолжительной атаки страны-агрессора России. Поэтому для Украины очень важно в этот период времени получать деньги. Деньги мы получаем в основном от того, что экспортируем свою продукцию, в том числе аграрную продукцию. Ведь от экспорта зависит пополнение бюджета, из которого идут деньги на жизнедеятельность экономики страны в целом и, что немаловажно, укрепление вооруженных сил Украины. Как предполагается, не только экономика играет роль в протестах. Если мы говорим о Болгарии, то в Болгарии уже в апреле в этом году произойдут неочередные парламентские выборы. Поэтому, скорее всего, здесь тоже играет роль политического подогревания ситуации, для того, чтобы активировать некоторые электорат населения в контексте того, чтобы те или иные политические силы, наверное, сумели одержать победу. Это же может касаться и Польши. Там парламентские выборы будут также в 2023 году осенью. Там сельская партия Польши, там правая партия, ну правое направление, они имеют очень такой серьезный авторитет в сельской местности, которая входит в состав партии «Право и справедливость». Скорее всего, здесь тоже не исключен вариант, что это действует в контексте невозможных, а будущих парламентских выборов. ЕС поддерживает Украину и не препятствует экспорту. Для того, чтобы помочь также другим аграриям, решили предоставить Болгарии, Польше, Румынии кризисный резерв в размере 56 миллионов евро для фермеров, которые пострадали от снижения местных цен из-за транзита из Украины. Румыния получит 10 миллионов евро, Болгария – около 17 миллионов евро, а Польша – 30 миллионов евро. Эта сумма может быть удвоена за счет софинансирования из бюджетов стран-членов. В дальнейшем планируется разработка механизма, который поможет избежать случаев переизбытка зерна, демпинга цен в ущерб местным фермерам.